Саргутские проекты участвуют в конкурсе лучших культурных объектов России. На национальной карте «Живое наследие» отмечены несколько точек нашего города. Это аэропорт имени Фармана Салманова и дом первооткрывателя сибирской нефти, бренд «Черный лис» и усадьба купца Клепикова. В конкурсе определяют лучшие региональные локации, которые представляют историческую ценность. Победители получат сертификаты, подтверждающие наличие локаций на туристических маршрутах России. Поддержать саргутские достопримечательности можно на сайте «Живое наследие». Народное голосование продлится до 30 апреля. Каждый может зайти, зарегистрироваться, проголосовать и тем самым дать еще один шанс указанным проектам, прославляющим наш город, войти в перечень не просто топ-1000, а в перечень лучших из лучших. Саргут вошел в десятку городов, наиболее популярных у туристов-одиночек. Рейтинг составил один из крупнейших онлайн-сервисов бронирования жилья – twill.ru. В текущем году аналитики зафиксировали рост одиночного туризма. Он почти в половину выше по сравнению с показателями двух месяцев 2020-го. Самыми популярными городами для индивидуальных путешествий стали Севастополь, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Кисловодск, Калининград, Сургут и Петрозаводск. Туристы-одиночки, большинство из которых женщины, бронируют жилье в среднем до 10 ночей и тратят на отели от 1200 до 2100 рублей за сутки. Дешевле всего одиночный отдых в Казани – 1170 рублей за ночь. Дороже в Сургуте, где суточное пребывание в отеле стоит в среднем 2063 рубля.